Грег Игон Аксиоматик Я протиснулся мимо тинейджеров, болтавшихся у входа в магазин импландов, без сомнения, надеявшихся, что появится служба новостей с головидения и спросит, почему они не в школе. Когда я проходил, они изображали рвоту, словно видеть того, кто уже не подросток и одет как участник бинарного поиска, им было физически отвратительно. Ну, может и так. Внутри было почти пусто. Интерьер напомнил мне магазин видеодисков, витрины были практически такие же, и многие из логотипов поставщиков были те же самые. Каждый стеллаж был маркирован «Психоделика», «Медитация и исцеление», «Мотивация и успех», «Языки и технические навыки». Каждый имплант, хоть и был размером меньше полумиллиметра, был в упаковке размером со старомодную книгу, с безвкусными иллюстрациями и несколькими строками устаревшей гиперболы из маркетингового словаря или какими-то цитатами известных людей. Стать Богом, стать Вселенной, максимальное понимание, окончательное знание, запредельное путешествие и даже вечное – этот имплант изменил мою жизнь. Я взял коробку с маркировкой «Ты великолепен» в сверкающей суперобложке со впечатками потных пальцев и ошеломленно подумал, «Если я это куплю и использую, я на самом деле в это поверю». Никакое количество доказательств, что это не так, физически не сможет изменить мое мышление. Я положил ее обратно на полку рядом с миллиардом любви к себе и мгновенной силой воли и мгновенным богатством. Я точно знал, как маркировано то, зачем я пришел, и я знал, что этого не было на витрине. Но продолжал рассматривать, отчасти из чистого любопытства, отчасти просто, чтобы дать себе время. Время еще раз обдумать последствия. Время, чтобы одуматься и бежать. На обложке «Синестезия» был изображен восторженный человек с радугой, пронзающий его язык и нодными линейками, проходящими сквозь его глаза. Рядом с ней выносящий мозг пришелец хвастался таким эксцентричным ментальным состоянием, что даже если бы вы это испытали, все равно не поняли бы, что это такое. Технология имплантов первоначально разрабатывалась, чтобы обеспечить мгновенные навыки владения языком для деловых людей-туристов, но после провала с продажами и поглощения индустрии развлечений, появились первые рыночные импланты. Что-то среднее между видеоиграми и галлюциногенными лекарствами. За несколько лет уровень ошибок и нарушений в них значительно вырос, но все же этим трендом можно было пользоваться. После определенного момента преобразование нейронных связей вытеснило такие странные развлечения, а пользователь, вернувшийся к нормальной жизни, почти ничего не помнил. Все первые импланты следующего поколения, так называемые аксиоматики, были сексуального характера. Вероятно, для начала это было технически наиболее просто. Я подошел к секции эротики посмотреть, что было доступно, или хотя бы, что могло быть открыто выставлено. Гомосексуальность, гетеросексуальность, аутоэротизм. Ассортимент безобидных фетишистов. Эротизация различных непривлекательных частей тела. Я удивлялся, почему кто-то предпочитает перепаивать свои мозги, чтобы заставить себя страстно желать сексуальных практик, которые иначе казались бы отвратительными или нелепыми, или просто скучными. В угоду требованиям партнера? Возможно. Хотя такую экстремальную покорность было трудно представить. И вряд ли она была распространена достаточно широко, чтобы оправдать размеры этого магазина. Да для включения в их собственную сексуальную идентичность, которая без этой помощи только раздражала бы и мучила их. Для победы над их комплексом и неуверенностью или отвращением. У каждого есть противоречивые пристрастия. Люди могут уставать как от желания, так и от нежелания одного и того же. Я прекрасно это понимал. На следующем стеллаже была религиозная подборка. От амишей до дзена. Неодобрение амишами подобных технологий, вероятно, не было проблемой. Практически все религиозные импланты позволяли пользователю справиться с намного более странными противоречиями. Там даже был имплант с названием «нецерковный атеист». Вы хотите считать, что эти истины очевидны? Однако сомневающихся агностиков здесь не было. Видимо, этот магазин был неподходящим местом для сомнений. Я помедлил пару минут. Всего за 50 долларов я мог бы купить свой детский католицизм, даже если церковь не одобрила бы этого. По крайней мере, неофициально. Интересно было бы узнать, кто субсидировал это изделие. Однако, в конце концов, мне пришлось признать, что меня это на самом деле не прельщает. Возможно, это решило бы мою проблему, но не так, как я хотел бы ее решить. И в конце концов, я нашел свой собственный способ, который и был всем смыслом прихода сюда. Использование импланта не лишит меня свободы выбора, наоборот, поможет мне принять его. Наконец, я собрался с силами и подошел к прилавку. «Чем я могу вам помочь, сэр?» Молодой человек радостно улыбнулся, излучая искренность, как будто на самом деле наслаждался своей работой. Я имею в виду, ну, очень наслаждался. «Я пришел, чтобы забрать заказ. Пожалуйста, ваше имя, сэр. Карвер. Марк». Он полез под прилавок и вынырнул со свертком, к счастью, уже завернутым в анонимную коричневую бумагу. Я заплатил наличными, принес ровно 399 долларов 95 центов. Все заняло 20 секунд. Я вышел из магазина как больной с облегчением. Торжествующий, но истощенный. По крайней мере, я наконец-то купил эту чертову штуку. Она была сейчас в моих руках, никто не был замешан, и мне надо было решить, буду я ее использовать или нет. Пройдя несколько кварталов железнодорожной станции, я выбросил сверток в мусорный бак, но почти сразу же вернулся и вытащил его. Я прошел мимо пары копов, одетых в бронированные костюмы, и представил их глаза, сверлящие меня из-под их зеркальных защитных щитков. Но моя ноша была совершенно легальна. Как могло правительство запрещать устройство, которое лишь вызывало определенный набор верований в том, кто добровольно решил его использовать, не задерживая даже тех, кто естественным образом разделял эти убеждения? На самом деле это очень просто, ведь законы и не должны быть последовательными, но производителям имплантов удалось убедить общественность, что ограничения их продукции подготовили бы почву для полиции нравов. Когда я добрался домой, меня неудержимо трясло. Я положил сверток на кухонный стол и стал прохаживаться вокруг. Это было не для Эми. Я должен был это признать. То, что я по-прежнему любил ее и все еще горевал о ней, не означало, что я делал это для нее. Мне не следовало чернить ее память этой ложью. На самом деле я делал это, чтобы освободиться от нее. Спустя пять лет я хотел, чтобы моя бессмысленная любовь, мое бесполезное горе перестали, наконец, управлять моей жизнью. Никто не может осуждать меня за это. Она умерла во время вооруженного ограбления банка. Камеры слежения были отключены, и все, кроме грабителей, провели большую часть времени лицом вниз на полу. Поэтому я не узнал всю историю. Она, должно быть, переместилась, отпрянула, посмотрела. Она, должно быть, сделала что-то. Даже на пике моей ненависти я не мог поверить, что она была убита по прихоти, без понятной причины. Я знал, кто нажал на спусковой крючок. Он не был в суде, но клерк в отделе полиции продал мне информацию. Его звали Патрик Андерсон. И, став свидетелем обвинения, он отправил своих подельников за решетку пожизненно и уменьшил свой срок до семи лет. Я обратился к СМИ. Омерзительный деятель из криминального шоу взял эту историю и с неделю разглагольствовал о ней в эфире, разбавляя факты самодовольной болтовней. Потом ему это наскучило, и он переключился на что-то другое. Пять лет спустя Андерсон был выпущен по условно-досрочному освобождению, УДО, на девять месяцев. Хорошо. Ну и что? Это происходит все время. Если бы кто-то пришел ко мне с таким рассказом, я бы сочувствовал, но твердо сказал «Забудь о ней! Она мертва! Забудь его! Он мусор! Живи своей жизнью!» Я не забуду ее. И я не забуду ее убийцу. Я любил ее, чтобы это не значило, и в то время, как рациональная часть меня приняла ее смерть, остальные части продолжали дергаться, как обезглавленные змеи. Кто-то еще в том же состоянии мог превратить дом в храм, покрыть все стены и полки ее фотографиями и памятными вещами, ставить свежие цветы на ее могилу каждый день и проводить каждую ночь с алкоголем и смотря старые фильмы. Я этого не делал. Я не мог. Это было бы гротеском и ложью. Сентиментальность всегда нам обоим претила. Я сохранил одну фотографию. Мы не делали домашнее видео. Я посещаю ее могилу раз в год. Однако, несмотря на эту внешнюю сдержанность, моя внутренняя одержимость смертью Эми продолжала расти. Я не хотел. Это был не мой выбор. Я никак этого не поддерживал и не поощрял. Я не сохранил электронную запись суда. Если люди поднимали эту тему, я уклонялся. Я зарылся в работу. В свободное время читал или ходил в кино один. Я подумывал о том, чтобы найти кого-нибудь нового. Но так ничего для этого и не сделал, откладывая это до неопределенного будущего времени, когда я снова стану человеком. Каждую ночь я прокручивал в уме детали этого происшествия. Я думал о тысяче вещей, которые мог бы сделать, чтобы предотвратить ее смерть, начиная с того, что мог не жениться на ней. Мы переехали в Сидней из-за моей работы. И заканчивая тем, чтобы волшебным образом появиться в банке, когда ее убийца вытащил оружие, швырнуть его на зиму и избить до бесчувственности или еще хуже. Я знал, что эти фантазии были бессмысленным потаканием с собственным слабостем, но это знание не помогало. Если я принимал снотворное, все просто сдвигалось на дневные часы. Я совершенно не мог работать. Компьютеры, которыми мы пользуемся, с каждым годом все менее ужасны, но авиадиспетчеры не могут спать на его. Я должен был что-нибудь сделать. Месть. Месть – это для умственно отсталых. Я подписывал петиции в ООН, призывая мировое сообщество безоговорочно отменить смертную казнь. Я думал так тогда. Думаю, так и сейчас. Неправильно было отбирать человеческую жизнь. Я с детства всем сердцем верил в это. Возможно, это начиналось как религиозная догма, но когда я вырос и растерял все нелепые иллюзии, неприкосновенность жизни осталась одним из немногих убеждений, которые, как я решил, стоит сохранить. Помимо некоторых прагматических соображений, человеческое сознание всегда казалось мне самой удивительной, поразительной, божественной вещью во Вселенной. Вините в этом мое воспитание или мои гены. Я не мог недооценивать это. Как не мог считать, что один плюс один равно нулю. Скажи некоторым людям, что ты пацифист. И через десять секунд они изобретут ситуацию, когда миллионы людей умрут в ужасных страданиях, а твои близкие будут изнасилованы и замучены, если ты не вышибешь кому-нибудь мозги. По какой-нибудь надуманной причине просто ранить всесильного безумца невозможно. Забавно то, что они, оказывается, презирают тебя еще больше, когда ты признаешь. Да, я сделал бы это. При таких условиях я убил бы. Однако Андерсон, очевидно, не был всесильным безумцем. Я понятия не имел, способен ли он убить снова. Что касается возможности исправления тяжелого детства или его заботливого и сострадательного второго «я», которое, возможно, прячется за фасадом брутальной внешности, это меня нисколько не волновало. Но, тем не менее, я был убежден, что убивать его было бы неправильно. Я впервые купил оружие. Это было легко и вполне легально. Может, компьютеры просто не смогли связать мое разрешение с освобождением убийцы моей жены, или, возможно, связь была обнаружена, но сочтена неважной. Я записался в спортивный клуб, полный народа, проводившего три часа в неделю, не делая ничего, кроме стрельбы по движущимся мишеням, изображавшим людей. Развлекательное времяпрепровождение. Безобидное, как фехтование. Я научился говорить это с невозмутимым видом. Анонимная покупка боеприпасов у членов клуба была незаконной. Поле, испарявшееся при ударе, не оставляли баллистических доказательств, связывающих их с конкретным оружием. Я просмотрел судебные записи. Обычный приговор за владение такими вещами был 500 долларов штрафа. Глушитель тоже был незаконным. Наказание за владение им таким же. Я обдумывал это каждую ночь. И каждую ночь приходил к одному и тому же выводу. Несмотря на свою тщательную подготовку, я не собирался никого убивать. Одна часть меня хотела этого, другая нет. Но я очень хорошо знал, какая была сильнее. Я провел бы остаток жизни, мечтая об этом. Прекрасно зная, что никакое количество ненависти, скорби или отчаяния никогда не заставят меня действовать против своей природы. Я развернул упаковку. Я ожидал броского насмешливого культуриста, вытаскивающего автомат. Но упаковка была невзрачной, однотонно серой, без маркировок. Только код товара и название торговой фирмы. Механический сад. Я заказывал это через онлайн-каталог, за наличные через общественный терминал, а получателем указал Марка Карвера в филиале магазина имплантов в Четсвуде, далеко от моего дома. Все это было параноидальным бредом, поскольку имплант был легальным, и все это было вполне разумно, потому что, покупая это, я чувствовал себя гораздо больше встревоженным и виноватым, чем из-за покупки оружия и боеприпасов. Описание в каталоге начиналось с заявления «Жизнь ничего не стоит». Дальше шло несколько строк болтовни в том же духе «Люди — это мясо, они ничто, они бесполезны». Впрочем, точные слова не имели значения. Они были частью самого импланта. Он не стал бы ни голосом в моей голове, отвердившим какую-то нескладную ерунду, которую я мог не принимать всерьез или игнорировать, ни моральным законом, от которого можно уклониться, придравшись к словам. Импланты аксиоматики были выполнены с учетом анализа настоящих нейронных структур мозга реальных людей. Они не основывались на словесном выражении аксиом. Так что преимущество будет иметь дух, а не буква закона. Я открыл коробку. Там была брошюрка с инструкцией на 17 языках. Программатор, пара пинцетов, аппликатор. И сам имплант, упакованный в пузырчатый пластик, маркированный как стерильный, если не вскрыта упаковка. Он был похож на маленький камешек. Я никогда не пользовался имплантами раньше, но тысячу раз видел по головизору, как это делали. Помещаете его в программатор, активируете, указываете продолжительность активности. Аппликатор был исключительно для новичков. Искушенные знатоки помещали имплант на кончик мизинца и изящно отправляли его в ноздрю, любую, на выбор. Имплант проникал в мозг, выпускал рой наномашин для исследования и устанавливал связи с основными нейронными системами. А потом на заданное время, примерно от часа до бесконечности, переходил в активный режим, выполняя свое предназначение, каким бы оно ни было. Множественный оргазм в левом колене. Сделать так, чтобы синий цвет имел давно забытый вкус материнского молока. Или запись данных в память. Я добьюсь успеха. Я счастлив на работе. Жизнь после смерти существует. В Бельзине никто не умирал. Четыре ноги хорошо, две плохо. Я собрался обратно в коробку, положил его в ящик, взял три таблетки снотворного и лег спать. Возможно, это из-за лени. Я всегда был склонен выбирать возможности, избавлявшие меня от будущего столкновения с теми же проблемами. Казалось, бессмысленным проходить несколько раз через те же муки совести. Не воспользоваться имплантом означало бы подтвердить этот выбор день за днем на протяжении всей моей жизни. Или, может, я никогда по-настоящему не верил, что эта нелепая игрушка сработает. Может, я надеялся доказать, что мои убеждения, в отличие от других людей, были запечатлены на какой-то метафизической скрижале, палившей в духовном измерении, недостижимой для обычных механизмов. Или, возможно, я просто хотел внутренне оправдать то, что собирался убить Андерсона, хотя все еще верил, что настоящий я никогда бы этого не сделал. По крайней мере, я уверен в одном. Я не делал это для Эми. На следующий день я проснулся на рассвете, хотя мне совсем не надо было вставать. Я был в ежегодном отпуске на месяц. Я оделся, съел завтрак, потом снова распаковал имплант и внимательно прочел инструкцию. Затем уверенно взломал стерильные пузырьки, открывая упаковку, и пинцетом бросил крупинку импланта в углубление программатора. Программатор сказал, «Вы говорите по-английски?» Голос напомнил мне один из диспетчерских пунктов на работе. Глубокий, но какой-то бесполый, деловой, без механической резкости и все же явно нечеловеческий. «Да». «Вы хотите запрограммировать имплант?» «Да». «Пожалуйста, укажите активный период». «Три дня». «Трех дней должно быть достаточно, конечно. Если нет, имплант выключится». «Этот имплант будет активным три дня после имплантации. Это верно?» «Да». «Этот имплант готов к использованию. Время?» «7.43 утра». «Пожалуйста, установите имплант до 8.43, иначе он деактивируется и потребует перепрограммирования. Пожалуйста, наслаждайтесь этим продуктом и утилизируйте упаковку правильно». Я поставил имплант в аппликатор, затем заколебался, но ненадолго. Сейчас не время страдать. Я мучился в течение нескольких месяцев, и я устал от этого. Прояви я нерешительность, и мне нужно будет купить второй имплант, чтобы убедить меня использовать первый. Я не совершаю преступления, я даже близко не подхожу, чтобы гарантировать, что я его не совершу. Миллионы людей придерживаются мнения, что в человеческой жизни нет ничего особенного, но сколько из них были убийцами. Следующие три дня должны были бы просто показать, как я отреагировал на это убеждение, хотя отношение к нему было объяснимым, а последствия были далеки от определенных. Я вставил аппликатор в мою левую ноздрю и нажал кнопку. Было небольшое покалывание. Ничего больше. Я думаю, Эмми бы презирала меня за это. Эта мысль потрясла меня, но только на мгновение. Эмми была мертва, ее гипотетические чувства неуместны. Я ничем не мог теперь причинить ей боль, и думать по-другому было сумасшествием. Я попытался проследить за ходом изменений, но это было смешно. Невозможно каждые 30 секунд диагностировать свой моральный устой. В конце концов, моя оценка себя как существа, не способного убивать, была основана на десятилетиях наблюдения, и, возможно, многое из этого устарело. Более того, эта оценка, это представление о себе, были как причиной моих поступков и убеждений, так и моего представления о них. И кроме того, что импланты непосредственно изменял мой мозг, он разрывал эту обратную связь, замыкая ее на обеспечение оправдания такого образа действий, который, как я себя убедил, был невозможен. Спустя некоторое время я решил напиться, чтобы отвлечь себя от вида микроскопических роботов, ползающих в моем черепе. Это было большой ошибкой. Алкоголь делает меня параноиком. Я не слишком много помню из того, что было потом, кроме своего отражения в зеркале ванной комнаты, вопившего «Хал нарушил первый закон! Хал нарушил первый закон!», пока не началась неудержимая рвота. Я проснулся после полуночи на полу в ванной. Я принял таблетку от похмелья, и через пять минут моя головная боль и тошнота прошли. Я принял душ и переоделся. Специально на этот случай я купил куртку с внутренним карманом для оружия. Сказать, сделал ли имплант со мной что-нибудь, выходящее за рамки эффекта плацебо, было по-прежнему невозможно. «Разве человеческая жизнь неприкосновенна?» — громко спросил я сам себя. «И убивать это неправильно?» Но мне не удавалось сосредоточиться на этом вопросе и не верилось, что когда-то я мог это сделать. Сама эта мысль казалась мутной и сложной, как какая-то непонятная математическая теорема. Перспектива действовать дальше по моему плану вызывала у меня желудочные спазмы, но это был просто страх, а не внутреннее возмущение. Имплант не был предназначен для того, чтобы сделать меня смелым, спокойным или решительным. Я купил бы и эти способности, только это было бы нечестно. Я проследил за Андерсоном через частного детектива. Каждую ночь, кроме воскресенья, он работал вышибалой в ночном клубе «Сэри Хиллз». Он жил неподалеку и обычно отправлялся домой пешком примерно в четыре утра. Я несколько раз проезжал мимо его стандартного дома. Найти его было несложно. Он жил один, у него была любовница, но они всегда встречались на ее территории после полудня или ранним вечером. Я зарядил пистолет и положил его в карман куртки, потом провел полчаса, пяляясь в зеркало, пытаясь определить, заметно ли карман оттопыривается. Хотелось выпить, но я сдержался. Я включил радио и бродил по дому, пытаясь уменьшить волнение. Возможно, теперь для меня не было ничего особенного в том, чтобы отнять жизнь. Но ведь я еще мог умереть или оказаться в тюрьме, а имплант, видимо, не заставил меня потерять интерес к своей собственной судьбе. Я вышел слишком рано, так что пришлось ехать окольной дорогой, чтобы убить время. Несмотря на это, когда я припарковался в километре от дома Андерсона, была только четверть четвертого. Когда я проходил оставшуюся часть пути, мимо проехало несколько машин и такси, я уверен, что так сильно старался выглядеть непринужденно, что язык моего тела излучал чувство вины и паранойю, но обычных водителей это не волновало и не беспокоило, а ни одной патрульной машины я не увидел. Я добрался до дома Андерсона. Спрятаться там было негде, ни сада, ни деревьев, ни забора, но я это знал заранее. Я выбрал дом через дорогу, не совсем напротив дома Андерсона, и сел на крыльцо. Если появится арендатор дома, я притворюсь пьяным и поплетусь прочь. Я сидел и ждал. Было тепло, тихо, обычная ночь. Небо было ясным, но серым и беззвездным из-за городских огней. Я продолжал напоминать себе. Ты не должен этого делать. Ты не обязан через это проходить. Так почему же я оставался там? Надеялся освободиться от своих бессонных ночей? Это была смехотворная мысль. Я не сомневался, что если убью Андерсона, это будет мучить меня так же сильно, как и моя беспомощность перед смертью Эми. Почему я остался? Это не имело ничего общего с имплантом. Он в лучшем случае нейтрализовал мои сомнения. Он не заставлял меня ничего делать. Тогда почему? Думаю, в конце концов, я видел в этом дело чести. Я принял неприятный факт, что на самом деле хотел убить Андерсона, и поскольку я хотел остаться верным самому себе, я должен был сделать это без лицемерия и самообмана. Без пяти четыре я услышал шаги, эхом отдававшийся по улице. Оборачиваясь, я надеялся, что это кто-то другой, или он был бы с другом, но это был он и один. Я подождал, пока он окажется на таком же расстоянии от двери, как и я, потом двинулся к нему. Он без особого интереса взглянул в мою сторону. Я был в настоящем шоке от страха. Я не видел его после суда и забыл, каким он выглядел крупным и сильным. Я заставил себя помедлить, но даже тогда прошел мимо него быстрее, чем хотел. На мне были легкие туфли на резиновой подошве, а он был в тяжелых ботинках. Но когда я пересек улицу и свернул в его сторону, мне не верилось, что ему не слышен стук моего сердца или резкий запах пота. В нескольких метрах от двери, когда я уже почти вытащил свой пистолет, он со спокойным любопытством оглянулся через плечо, словно ожидал увидеть собаку или мусор, разбросанный ветром. Нахмурясь он обернулся ко мне. Я просто стоял, направив на него оружие, не в силах говорить. Наконец он сказал, «Какого черта ты хочешь? У меня в кошельке две сотни долларов. В заднем кармане». Я покачал головой. «Открывай входную дверь, затем положи руки на голову и толкни ее ногой. Не пробуй закрыть ее передо мной». Он поколебался, а потом согласился. «Теперь заходи. Держи руки на голове. Пять шагов. Считай вслух. Я буду прямо позади тебя». Я добрался до выключателя в холле, когда он досчитал до четырех, потом захлопнул за собой дверь, вздрогнув от этого звука. Андерсон был прямо передо мной. Я внезапно почувствовал себя в ловушке. Этот человек был злобным убийцей, а я ни разу никого не ударил с тех пор, как мне было восемь. Как я мог верить, что оружие защитит меня? Руки он держал на голове. На его руках и плечах под рубашкой вздувались мускулы. Надо было застрелить его раньше, в затылок. Это была казнь, а не дуэль. Если бы у меня были какие-нибудь старомодные идеи о чести, я пришел бы без оружия и позволил ему порвать меня на куски. Я сказал «Поверни налево». Слева была гостиная. Я вошел за ним и включил свет. «Сядь». Я остался стоять в дверном проеме, а он сел в единственное кресло. На мгновение у меня закружилась голова, а под ногами качнулся пол. Но, думаю, я не сдвинулся с места, не шевельнулся, не дрогнул. Если бы я это сделал, возможно, он бросился бы на меня. Он спросил «Что ты хочешь?» Я должен был подумать об этом. Тысячу раз я представлял себе эту ситуацию, но больше не мог вспомнить подробностей, хотя припомнил, что обычно я предполагал, что Андерсон узнает меня и сразу же добровольно начнет извиняться и объяснять. Наконец я сказал «Я хочу, чтобы ты сказал мне, почему ты убил мою жену». «Я не убивал твою жену. Твою жену убил Миллер». Я покачал головой. «Это неправда. Я знаю. Полицейские сказали мне. Не удруждайте себя ложью, потому что я знаю». Он мягко смотрел на меня. Мне хотелось вспылить, закричать, но у меня было ощущение, что, несмотря на пистолет, это было бы скорее смешно, чем устрашающе. Я мог бы ударить его рукояткой пистолета, но на самом деле я боялся приблизиться к нему». Так что я выстрелил ему в ногу. Он взвыл и выругался, затем наклонился, чтобы осмотреть повреждения. «Хрень тебе!» Зашипел он. «Хрень тебе!» Он раскачивался взад и вперед, держа свою ногу. «Я сломаю твою чертову шею! Я тебя убью!» Рана кровоточила через дыру в сапоге, но это было ничто по сравнению с фильмами. Я слышал, что испаряемые боеприпасы имеют эффект прижигания. Я сказал, «Скажи мне, почему ты убил мою жену?» Он выглядел больше злым и омерзительным, нежели испуганным, но перестал притворяться невиновным. «Это просто произошло!» «Это просто одно из тех событий, которые случаются!» Я раздраженно покачал головой. «Нет!» «Почему?» «Почему это случилось?» Он сделал движение, будто хотел снять ботинок, а потом передумал. «Все пошло не так!» «Там был замок с часовым механизмом, а наличных почти не было!» «Это просто был большой провал!» Я снова покачал головой, не в состоянии решить, дебил он или притворяется. «Не говори мне, что это произошло!» «Почему это произошло?» «Зачем ты это сделал?» Отчаяние было взаимным. Он провел рукой по волосам и хмуро посмотрел на меня. Теперь вспотел и он, но я не смог бы сказать, было ли это от боли или от страха. «Что ты хочешь, чтобы я сказал? Что я потерял самообладание, да? Дела пошли плохо, и я потерял свое проклятое самообладание, а оно оказалось там. Годится!» У меня снова закружилась голова, и на этот раз головокружение не останавливалось. Теперь я понимал, он был не глуп. Он говорил мне чистую правду. «Как-то я случайно разбил кофейную чашку во время напряженной ситуации на работе. Однажды я к своему стыду после ссоры с Эмми даже пнул свою собаку. Почему? Я потерял свое чертово самообладание, а она попалась мне под ноги. Я пристально смотрел на Андерсона и чувствовал, что бессмысленно ухмыляюсь. Теперь все было так ясно. Я понял. Я понял нелепость всего, что я когда-либо чувствовал к Эмми моей любви, моего горя. Она была только плотью. Она была ничем. Вся боль последних пяти лет испарилась. Я был пьян от этого облегчения. Я поднял руки и медленно повернулся. Андерсон вскочил и бросился ко мне. Я стрелял ему в грудь, пока не кончились пули, потом опустился на колени рядом с ним. Он был мертв. Я засунул пистолет в карман куртки. Ствол был теплым. Открывая дверь, я не забыл воспользоваться носовым платком. Я был готов увидеть снаружи толпу, но, конечно, выстрелы были бесшумными, а угрозы и проклятие Андерсона, скорее всего, не привлекли внимания. В квартале от дома из-за угла появилась патрульная машина. Поравнявшись со мной, она почти остановилась. Они ехали мимо. Я продолжал смотреть прямо перед собой. Я услышал звук тормозившего двигателя. Они остановились. Я продолжал идти, ожидая оклика, думая, что если они обыщут меня и найдут оружие, я признаюсь, нет смысла продолжать эти мучения. Двигатель булькнул, заурчал громко, и машина с ревом помчалась дальше. Может, я не номер один, не самый очевидный подозреваемый. Не знаю, во что Андерсон был вовлечен с тех пор, как вышел. Возможно, есть сотни других людей, у которых были гораздо более веские причины желать его смерти. И, возможно, когда полицейские закончат с ними, они доберутся до меня и спросят, что я делал той ночью. Однако, месяц это, мне кажется, ужасно долго. Очевидно, их это не интересует. У входа толпятся те же подростки, и, кажется, один лишь взгляд на меня опять вызывает у них отвращение. Интересно, исчезнут ли за пару лет эти вбитые в их головы пристрастия к моде и музыке, или они останутся с ними на всю жизнь? Думать об этом невыносимо. На этот раз я не разглядываю товары. Я без колебаний подхожу к прилавку. В этот раз я точно знаю, чего я хочу. Я хочу того, что чувствовал в ту ночь. Непоколебимой уверенности, что смерть Эми, не говоря уже о смерти Андерсона, просто не имеет значения. Не больше, чем смерть мухи или амебы. Это как разбить кофейную чашку или пнуть собаку. Моей ошибкой было думать, что понимание я получу, когда имплант отключится и выйдет. Этого не произошло. Все было затуманено сомнениями и оговорками. Вера была подорвана, в некоторой степени, на мой дурацкий комплекс по вере и суеверии. Но я до сих пор помню мир, который он мне дал. Я могу еще вспомнить то наводнение радости и облегчения, и я хочу это вернуть. Я хочу это чувствовать не три дня, а всю оставшуюся часть моей жизни. Убийство Андерсона не было добродетелью, а было моей слабостью. Оставаться собой означало жить со всеми своими противоречивыми желаниями, страдая от множества голосов, звучавших в моей голове, принимая смятения и сомнения. Теперь для этого слишком поздно. Узнав вкус, право решать, я понял, что не могу жить без этого. Чем я могу помочь вам, сэр? Продавец сердечно улыбнулся. Часть меня, конечно, по-прежнему сопротивляется тому, что я собираюсь сделать, считая это совершенно отвратительным. Неважно. Это ненадолго. Грег Игон Аксиоматик Рассказ читал Олег Булдаков Рассказ читал